Московская фирма, которая имеет большой и богатый опыт с работой, с памятниками, провела очень большую работу в городе Канске. Это и в архиве, и в опросах жителей, которые проживали в то время и помнят, в каком виде был памятник, в каком виде была вся площадь. В результате этого они сделали проект под его подъемом, который прошел государственную экспертизу, историко-культурную экспертизу. Я думаю, что в мае мы начнем уже работы по демонтажу плит гранитными, которым он был отделан. И памятнику будет придан вид, который был в 1957 году. Он будет отделан тоже гранитной плиткой, но уже совсем другой, а по цвету точно такой же, как была и раньше. А был светлый, светло-серый цвет, гранит где-то, по-моему, добывался в Хакасии. В ближайшее время в администрации города проведут торги по определению подрядной фирмы, которая займется реконструкцией памятника. Стоит отметить, что подрядчик должен будет иметь лицензию на работу с памятниками культурного наследия. На само восстановление исторического вида обелиску из бюджета города будет выделено 12 миллионов рублей. Но кроме поднятия памятника и, собственно, изменения цвета гранита, его ожидают и другие внешние изменения. В счет того, что он сейчас облицован гранитом красным, он как бы стал пообъемнее. С него снимется все, что было наштукатурено, обдерется до основания, до первоначального. Естественно, если посмотреть фотографии, так как фотографии есть, он был раньше немного, ну, если так выразиться, тоньше, изящнее и смотрелся как бы повыше даже. Также вернутся назад шары, которые стояли около него, цепи, ну, короче, примет первоначальный вид, ну, и не будет этой ямы, которая у нас сейчас там есть.